Всем привет! Пришла мне новая посылочка из Китая. Давайте посмотрим, что здесь находится внутри. Посылка довольно легкая. Вот такой календарь на 2017 год. Это, я так подозреваю, подарок от продавца. Впервые, конечно, я вижу такой подарок. То есть, не просто какой-то стикер с ссылкой на магазин, а вполне годная картонка, которую можно использовать. Я не знаю, правда, кто до сих пор пользуется такими бумажными календарями, но бесплатная и довольно практичная штука. Так что спасибо продавцу. Здесь у нас находятся упаковки с батарейками. Как видно, они запечатаны. И это хорошо. Конечно, чтобы уместились упаковки в пакет, их пришлось немного повредить. Так как эти батарейки я заказывал лично для себя, то поэтому ничего страшного, что упаковки немного помялись. Но, может быть, для вас это будет какой-то минус. Давайте сейчас распакую две батарейки, совершенно разные из упаковок, и посмотрим, работают они или нет. Заказывались данные батарейки на всякий случай, потому что данные батарейки CR2032 очень активно сейчас используются в совершенно разных устройствах. Это и часы, и пульты для автомобилей. Вот эти, которые позволяют на расстоянии открывать двери. В общем, везде. И вот, например, вот эти весы, которые я недавно себе заказал на сайте Banggood. Эти весы также шли на батарейки CR2032. Но батарейка там была севшая, уставшая, поэтому проработали они мне недолго. Давайте теперь попробуем хаотично вытащить в качестве теста. Допустим, из этой упаковки мы вытащим первую, а из этой последнюю батарейку. И, в общем-то, протестируем ее. Чтобы не проверять все батарейки, не распаковывать, просто попробую хаотично, чтобы это было более-менее рандомно. Вот, как видите, здесь у нас используется батарейка CR2032. На языке я ее попробовал, она вообще не щипет, вообще ничего нет. То есть, она просто в ноль села. И здесь есть место под вторую батарейку. Это место сделано специально, чтобы вы всегда имели запасную батарейку на случай, мало ли что. Я специально распакую две батарейки. Одну из них я оставлю про запас здесь, а одну установлю, и она, собственно говоря, будет работать. Ну что ж, давайте попробуем одну из батареек. На язык она щипет, это уже хорошо. Вот так вот она выглядит. Литиевая батарейка, 3 вольта. Какие-то японские иероглифы здесь, обратите внимание. То есть, это не китайские. Возможно, даже это что-то спертое с японского производства. Не знаю. И весы заработали. Вуаля! Это здорово, потому что в данных весах, вот мы их сбрасываем на ноль, в данных весах у меня есть необходимость, когда я записываю определенные видео, обзоры, тесты, то мне всегда интересно, соответствует ли вес заявленному. Эти весы являются хорошим подспорьем. Плюс, к тому же, они очень подходят для того, чтобы что-то взвешивать на кухне. Итак, проверяем теперь следующую батарейку. Так как эта батарейка рабочая, мы ее вытаскиваем и вставляем вот сюда, чтобы она у нас была про запас. Берем теперь из этого комплекта. Как видите, здесь мы уже одну использовали. Как видите, весы тоже работают. И это, конечно же, здорово. Сбрасываем на ноль. Давайте попробуем что-нибудь взвесить, например. Все работает, 135 грамм. В общем-то, что могу сказать. Рандомно проверил, батарейки работоспособны. Не знаю, насколько их хватит, но по заявлению комментариев, которые там оставляли к этим батарейкам, в принципе, у людей тоже они работали. Время покажет. В общем, кому интересно, когда пройдет определенное время, пишите вопросы в комментариях. Я отвечу, работают ли эти батарейки с течением месяц, два, три и так далее. Всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Кому интересно, где я купил данные батарейки, я ссылку укажу в описании. Я их покупал на Алиэкспрессе, потому что на Алиэкспрессе была самая низкая цена. И, в общем-то, продавец был с неплохим рейтингом. Также укажу несколько дополнительных ссылок на других магазинах. Может быть, вам захочется именно там купить. Может быть, у вас в каких-то других магазинах будут скидки, купоны и все в таком духе. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте подписаться на группу ВКонтакте. И подписывайтесь, конечно же, на второй канал. Там выходит много всего интересного. Там выходят те видосы, которые вы никогда не увидите на основном канале. Хорошего настроения и пока. Субтитры создавал DimaTorzok